Сегодня и вчера, да, вот собрались, мы видим, что мы делаем вообще, а что хотелось бы в качестве, может быть, помощи мероприятия извне, допустим, министерства, те же РО, ну, наши районные учреждения, да, образования, да. Может быть, уделять больше внимания внедрению чистым часам медиаобразования, не только интеграции, это хорошо, когда интегрировано, я этим занимаюсь, но когда у тебя еще в медиа-часы, в медиаграмотность, отдельный курс, тот же факультатив вести, тот же в программу, как обязательно, может быть, по выбору, вот это было бы здорово. Ну, вот, вы согласны с таким утверждением, что, предположим, у нас, ну, сами программы, где прописано, что ученик должен знать, уметь, отсутствуют такие слова, как медиаобразование, медиакультура, медиаграмотность, медиакомпетенции, то есть то, что, например, вы делаете на уроках литературы, это, как бы, ваш энтузиазм, ваша, да, инициатива, творчество. То есть, может быть, действительно, нужно какие-то пожелания сформулировать в адрес Министерства образования? Ну, видите, как, сейчас вот в концепции новой школы украинской, там есть медиаобразование, там есть речь, там идет о том, что это, но это только початковая школа, а не нужно ждать и нельзя ждать, пока вырастут детки початковой школы, которые вот начнут, да, в ней заниматься, и потом только с пятого класса что-то для них даже, сейчас это очень нужно, конечно. Я считаю, что министерству нужно уделить внимание, там, абсолютно. Нужно, собственно, адаптировать программы. Да, 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 и уже сейчас начинают, не ждать, когда пойдет началка вырастет, потом мы пойдем. Вы считаете, что вот если учителя литературы, например, им озвучить такую потребность, такую необходимость, вот внедрять? Будут. А не будут, если достаточно только озвучить, или все-таки в первую очередь нужно? Если это будет программно, задокументировано, тогда в большинстве своем, конечно же, да. А так просто, ну вот послушали меня, допустим, мои коллеги, и все. Да, скажут, ну, молодец, видимо, у нее времени много, у меня, то есть она может этим заниматься, а у нас, скажут, времени нет, у нас тетради, у нас, ну и так далее. То есть много найдется субъективных причин, а когда оно в документе, в программе, знаете, как конституция для учителя, программа, ну, тогда будет проще и легче всех подключить. Те, что заплановано 6 секций, это очень много, а выходя из того, что эти секции еще и имеют по 19-20 выступающих, то это свидетельствует о очень, а, значимость, и, б, разноманитность включения новых людей, и новая информация, новые данные, то есть медиасвита выходит на совсем другой уровень, на уровень уже не просто, подобается, не подобается, на уровень государственной поддержки, на уровень того, о чем мы мечтали несколько лет назад. Какие достигнения за цей? За цей участь в проекте, например, подручник из грамадянской освяти для высшей школы и раздел медиасвита, про участь в написании этого подручника, пасибника для студентов высшей школы, плюс деколька пасибников в сприянии из Академии Украинской прессы, пасибник для батьков из медиасвиты, плюс сприяние проекту, который называется «Вивчай и разрезняй», где берут участь 50 школы Украины и чернигивские школы, в том числе 12 школы, Марьуполь, Днепро, Тарнополь и Чернигив также попало, так что будем писать и для этого проекта методичные материалы. Тема сегодня изменения аспектов преподавания медиакультуры, потому что когда мы писали программу, не помню, уже 2014 года, наверное, или 2013, какого она там была, вот, и эта программа была на тот момент создавалась таким образом, скажем так, интуитивно по большей степени. Вот сейчас, конечно, вот те коррективы, которые с 2014 года внеслись в нашу жизнь, в том числе в жизнь медиа украинских, они заставляют внести какие-то коррективы в эту программу. Вот поэтому про эти аспекты, про изменения я хотел бы сегодня рассказать. Ну и, как обычно, у меня там будет про современное состояние, про то, что нужно больше осовременивать все это дело, и больше залучатые педагогов, которые именно занимались бы журналистикой, практиков, которые понимали бы в этом больше. Я думаю, что все-таки, если речь идет о медиа, то должен быть профессионал, который разбирается в медиа, то есть поработал где-нибудь на телевизоре, на радио и так далее, и так далее. И вот в этом слайде, в первом, как бы обобщенном виде то, что мы, то, что я озвучиваю, а проговариваю каждый год. Что из себя представляет данная модель? Значит, в медиаобразовательный процесс привлекается максимально возможное количество учеников и учащихся. То есть мы говорим о чем? О массовом медиаобразовании. То есть это не какие-то фрагментарные кружок или какой-то курс для какого-то определенного класса, там предположим, а это уже вот такая модель, когда, ну, я не говорю, что мы всех можем вовлечь, но во всяком случае мы говорим о максимальном количестве участников процесса. Второе. Все классы школы, в нашей школе, в частности, я говорю о Запорожском учебно-воспитательном комплексе номер 19, являются медиаобразовательными центрами, и они возглавляются, координируются, руководятся именно классными руководителями, которых мы называем медиапедагогами. То есть перед классными руководителями ставятся такие задачи по овладению этими компетенциями медиапедагогическими, то есть по осознанию этих задач и целей, которые стоят перед педагогами. Наши дети обязательно должны быть вовлечены в эти практики. Они обязательно должны быть находиться вот в этом, будем говорить, образовательном пространстве. Знакомство с медиатехнологиями в нашем случае осуществляется в виде игры. То есть ученики выполняют самые разные роли. Это и редактора, корреспонденты, фотохудожники, кинокритики, обозреватели, дизайнеры, веб-мастератели, операторы, ведущие. То есть, конечно же, педагог смотрит на способности детей, на их задатки, предположим, на их склонности. И каждому учащемуся определенная роль отводится. А в сумме, в коллективе, конечно, выполняются, создаются какие-то продукты, осуществляются какие-то проекты. Ну, в нашем случае это и газеты. Каждый класс издает ежемесячные газеты. И каждый класс имеет свою страничку на портале школьной прессы, там, где можно публиковать и видеоролики, аудиовизуальные медиатексты, новости, статьи. Какое-то, все, что мы называем словом медиатворчество. Стартовал буквально недавно 19 сезон проекта «Вестник мечты. Новый формат». Это, конечно же, поощрение, награждение. Мы обязательно привлекаем спонсорские ресурсы для того, чтобы это все организовать. Громадная благодарность Академии Украинской прессы, которая каждый сезон находит возможность нам прислать книги, призы, какую-то поддержку дипломы именно такого высокого уровня. Вот это все трансформируется в то, что мы называем школьный медиахолдинг. Это фишка Запорожской области. То есть это вот инициатива нашего Сергея Аркадьевича Иванова. Но мы, собственно говоря, это в таком формате работаем тоже, могу похвастаться вам. С 2008 года, то есть вот в 2018 мы будем отмечать 10 лет нашему школьному медиахолдингу. Первая проблема – отсутствие регламентов по регулированию медиапедагической деятельности. Это на национальном уровне, если говорить. То есть вот я изучил положение о классном руководителе, а в нашем проекте главный субъект медиапедагического процесса – это все-таки педагог-классный руководитель. Значит, до сих пор не адаптирован этот документ к нашим требованиям. Вот, можете убедиться в этом, посмотрев на касса «Святые науки Украины» номер 434. Вот, там вообще отсутствуют слова о медиаобразовании, о медиаграмотности, о медиакомпетенции. То есть наши классные руководители работают, это те самые энтузиасты, такие же, как мы с вами. А на самом деле все это должно быть прописано в документах, тогда люди будут понимать, что от них требуется. Продолжение следует...